Привет, друзья! Похоже на скорый перелом в войне. Все уже европейские страны, да и, по-моему, Америка тоже, разрешила применять ракеты, западное оружие, все что угодно по территории России. И вот, смотрите, прям, по-моему, свежий результат. В Белгородской области догорает комплекс С-300, ну или С-400, там не поймешь. Это, в общем-то, мощнейшая система ПВО, которую чаще всего Россия использует не как ПВО, а просто как ракеты для обстрела. И вот, так сказать, в Белгородской области все это горит. Как всегда, война в прямом эфире, местные жители все снимают. И поэтому это достаточно серьезно. И, в общем, есть предмет для серьезного обсуждения, как всегда, по понедельникам. Сергей Асланян, привет, Сереж. Привет, привет, рад тебя видеть. Ну вот, смотри, сразу я фотографию нам выведу, что вот F-16, что, так сказать, разрешает Дания теперь уже их использовать. Я, правда, по-моему, их еще не дали, но уже разрешают. Вот ты, так сказать, много таких, наверное, видел тоже сообщений. Прям поток идет со всех сторон. Это вот публикация в журнале «Политику». То есть там, где нет официальных заявлений от каких-то чиновников, там, значит, сразу какие-то, так сказать, местные прессы из-под полы чего-то пишут. Ну вот у тебя ощущения, да, так сказать, похожи на перелом? Нет, конечно, потому что, на самом деле, и прежде была точно такая же ситуация. И здесь два совершенно разных, не пересекающихся сценария. То, что происходит на фронте, и то, что происходит у политиков. Потому что и до этого Украина. Когда было чем, она этим пользовалась. И то же самое было по поводу абсолютно всего. И хаймерцев, и атакамцев. И давайте мы вам не докрутим, не докрутим. Пусть то, что летает у вас, оно будет послабее, не с такой дальностью. А потом выяснилось, что нет, на самом деле все в порядке. До этого точно так же прошли, например, незамеченные разговоры о урановом сердечнике, о старядах, урановая броня, которая то ли применяется, то ли не применяется. И перед этим точно так же был разговор о том, что кассетные боеприпасы американские, насколько это бесчеловечно, можно или нельзя. И как только в Украину это приходило, Украина тут же этим пользовалась. После чего потом политики садились за стол в переговорах и начинали друг другу рассказывать о том, что, ну, конечно, мы прекрасно понимаем, что войну выигрывать нельзя, что, конечно же, сдачи давать нельзя, поэтому, естественно, мы не можем заходить, заплывать и переходить на кратный сигнал светофора. Здесь самое главное в другом. Поставили или нет? Привезли или нет? Есть чем воевать или нет? Как только есть чем воевать, на отпаш, сразу, неважно куда, любые расстояния, любые дистанции, потому что цель в данном случае абсолютно оправдана. И у политиков совершенно другая работа. Они должны с хмурыми лицами, очень серьёзно, очень долго, самое главное, ни в коем случае не результативно, годами обсуждать. У них есть для этого специальный инструментарий, что МГИМО, МИД, что любые другие институты, которые учат дипломатов. Вода, ступа и долго, и старательно. А в это время на фронте. Если привезли чем, конечно же, во все стороны, по каждому. А вот если нечем, вот тогда политики действительно должны быть хоть минимально полезны и всё-таки вы торговываете серией. Ладно, ладно, вы нам когда дадите, мы точно вам гарантируем, что стрелять в ту сторону, куда вы нам покажете, мы не будем. Будем стрелять только туда, куда разрешите. Это, конечно же, не так. Это всё разговоры специально для того, чтобы у политиков тоже была собственная значимость, весомость. У них вот сейчас Женева, они туда приедут никчёмные, никому не нужные, бесполезные, ни на что не влияющие люди. И туда приедет представительство, скольких стран туда заявилось, какая Зимбабве туда едет решать судьбу. Туда же Россия не приехала, но туда приедут страны, каких на карте не найдёшь. И что они будут? Они будут рассказывать Украине, как ей надо себя вести, рассказывать Америке, что должно быть. И Женева будет, конечно же, в этот момент центр политической Европы и мира, потому что там решается судьба. Кем? Что там решается? Ничего там не решается. И там не будет самого главного. Разговоры о том, что можно, а что нельзя. Сам по себе чудовищный разговор. Украина. А ты знаешь, что тебе нельзя давать сдачи так, как ты привыкла? А ты знаешь, Украина, что ты должна обязательно сделать предупредительный, ты должна подойти и измерить дистанцию? Это то же самое, как российский закон об оружии. Он разрешает любому гражданину отстреливаться. Но нельзя по беременным, с явным признаком беременности, по несовершеннолетиям. То есть я у этого гопника еще должен спросить, сколько ему лет? По паспорту удостовериться в том, что я имею право его убить или не умею. Он-то меня почему-то умеет, напав на меня. А я-то нет, потому что у меня ветерит закон. И мне закон рассказывает о том, насколько я должен быть праведным в своем гневе. И где параметры моей самозащиты не должны выходить за рамки, которые кем определены? Среди с чем они определены? Это то же самое, как любой другой закон об оружии в любой другой стране. В Америке, пожалуйста, как только к тебе кто-то зашел на территорию, ты тут же в него из гранатомета, который у тебя был музейным экспонатом, потому что ты коллекционер, и у тебя есть дома гранатомет. А Украина, видите ли, она должна каждый раз спрашивать, простите, мы логарифмической линейкой должны замерить дистанцию, а точно ветерок потом не долетит до России, а то, видите ли, американское оружие как-то неудобно. Да прекрасно все совершенно используется по прямому назначению, и здорово то, что есть страны, которые вопреки той же самой воле Америки говорят, те же самые датчане, у нас есть американские самолеты, это наши самолеты, мы их дарим, и вот пусть что хотят, то и делают. Хотят Кремлю бомбить, пусть бомбят Кремль. Хотят Путина лично грохнуть, бомбать, запросто мы эту бомбу им еще дадим. И не будем мы спрашивать, в какой стати Украина выиграла войну, так, как считает нужным. Но в Дании нет выборов, в том смысле и сейчас по графику, который был бы очень важен внутри Дании в качестве гарнира ко всему остальному, когда можно было бы в том числе поговорить о политике на примере Украины. Вы знаете, наше датское общество сильно озабочено, а в Америке есть. И поэтому Америка начинает рассказывать о том, что Украине мы оружия не дадим, потому что у нас в Техасе колючей проволоки не хватает, у нас, видите ли, мексиканцы полезут через границу. Какая здесь взаимосвязь? Самая подлая, самая бессовестная. Украина, а что это ты нашими ракетами в войну собираешься выиграть? А в наши планы не входят, чтобы Украина выиграла войну. Давайте мы с тобой обсудим. Давайте-ка вот, вы там русским пока скрытите, пусть не стреляют. Давайте так вот поговорим. Нам тут есть о чем поговорить. А, так вы хотите поговорить еще более серьезно? А давайте в Женеве соберемся. Давайте мы в Женеве будем сидеть и обсуждать, как же вам теперь можно или нельзя. А Палестину мы зовем туда. Куда? В Женеву? Палестину? С какой стати? Палестина, ты вообще кто? Ты с каких пор стала государством? Ты вообще где на карте? А можно посмотреть на карте, где конкретно Палестина? И эта Палестина сейчас полетит в Женеву, рассказывает Украине о том, что ей можно, а что нельзя. А потом будет какое-нибудь голосование. И Палестина будет со своим мандатом международным весомо определять судьбу о том, как именно вот теперь здесь, в Украине, должно быть, потому что у Палестины на эту тему есть точка зрения. Мнение Палестины во что бы то ни стало нужно обязательно выслушать. Знаете, это международная общественность. А Палестина, вы знаете, такая страна, она вот сейчас вам расскажет. Нет. И поэтому молодец, Украина. Есть ракета, стреляем. Нет ракеты, дайте и выстрелим. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин